приветствуем наших подписчиков и гостей канала эзотерика для тебя друзья мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке друзья в этом видео мы с вами уделим внимание народным приметам на 13 марта поговорим о церковном календаре поговорим обязательно о народном календаре поговорим о том что можно и чего категорически нельзя делать также сегодня уделим внимание и масленице третьему дню этого праздника далее друзья все более подробно прямо сейчас ставьте лайка в комментариях напишите я здорово и счастливо я приглашаю в свою жизнь только все самое лучшее и великолепная истина да будет а давайте вместе с вами проговаривать и печатать на нашем монет на нашем клавиатуре почему потому что таким образом мы с вами обращаемся ко вселенной обращаемся к высшим силам и это быстрее будет в нашей жизни но мы с вами друзья начинаем 13 марта в православном календаре это день памяти преподобного иоанна кассиана римлянина это был христианский богослов который жил в четвертом пятом веках и признан великим теоретиком монашеской жизни и представлял собой важное звено в истории духовной мысли иоанн кассиан римляне начал свой путь к святости став подвижником и отправившись в паломничество в святые земли там монастыре вифлеема он принял постриг и посвятил несколько лет изучению монашеского устава его стремление к познанию и поклонению привело его в пустыне и скиты где он погружался в молитву в труд и самопожертвование освоив монашеский устав иоанн ки кассиан римлянин сопровождал святителя иоанна златоуста в константинополь в этом великом городе богослова приняли в диаконы подчеркивая его заслуги в распространении христианской веры и знаний и богословская мудрость иоанна кассиана сыграла ключевую роль в становлении христианства в эпоху его становления пройдя через различные этапы духовной службы иоанн кассиан римлянин в сане пресвитера основал мужской и женский монастыри марселе его монастырские опыты и богословская мудрость сделали его наставником для многих кто искал духовное совершенство иоанн кассиан римлянин оставил неизгладимый след в истории монашества его труды стали основой для развития монашеской философии и вдохновляют людей к духовному совершенствованию и глубокому пониманию христианской веры кроме того обращаем ваше внимание 13 марта в православном календаре этот день нас назвали как касьянов день и к сожалению у наших предков этот день считался одним из самых опасных и демонических дней он был предвестником неудач и бедствий и давайте прежде всего разберемся насколько в обоснованной эти страхи суеверия почему наши предки 13 марта уделяли особое внимание на что вам обязательно стоит обратить внимание знаете в народных преданиях существовала легенда которая была окутана тайной и суевериями и этот день 13 марта у наших предков высокосный день высокосный год назывался как касьянов день и это дата нередко ассоциировалась с мрачными предсказаниями и неудачами дело в том что была легенда что святой касьян был лишен ежегодной памяти богом за его недоброжелательное отношение к бедным людям история о мужике а как у которого воз застрял в дороге становится ключом к пониманию этой темной стороны касьянова дня мужик оказавшийся в беде обратился к касьяну с просьбой помочь вытащить воз однако святой оказался на отказавшийся на пути мужика отказался заявив что ему не нечего делать с такими простыми смертными когда же позднее тот же запрос был направлен к святому николаю угоднику последний оказал помощь без колебаний про и пришедшие в рай святые были вопрошенным богом о произошедшем касьян ответил что не захотел марать свою одежду отказавшись от помощи мужику в ответ на это бог приговорил касьяна к служению молебнов только один раз в три года а святой не голой угодник который оказал милосердие мужику получил благословение служить молебны дважды в год это легенда проиллюстрировала важность сострадание милосердия в нашей культуре а также внесла определенные элементы с и суеверий в восприятии касьянова дня народных устах звучат предсказания утверждения о том что касьян к сожалению приносит несчастье и тяжкие испытания и конечно же в этот день могут увядать растения умирать скот поражать злом все вокруг и это к сожалению было не просто для наших предков также 13 марта в среду 2024 года у нас с вами в особый обычай в рамках мысли масленичной недели и этот день в среду третий день масленицы назвали лакомка или скоромная среда этот день несет себе не только гастрономические удовольствия но и традиционные обряды которые придавали особый оттенок встречи весеннего праздника в середине масленичной недели взять отправлялся в гости к тещи на настоящий блинный праздник однако это не просто случайное посещение а сложившаяся традиция которая соблюдали не только семьи но и друзья и родственники в этот день все приглашенные должны были насладиться великолепными блинами пряниками и каши приготовленных с любовью и сделаны именно тещей одним одним из необычных обрядов этого дня является момент умасливания это теща демонстрируя особую заботу о своем взятие намазывала его голову маслом этот ритуал символизировал не только пожелания доброго здоровья но и создание атмосферы уважения и взаимопонимания в семье считается что чем внимательнее и заботливая теща проявить себя в этот день тем крепче будут отношения ее дочери с новой семьей основная идея этого дня 3 дня масленицы лакомки от объединения семьи и близких людей вокруг весеннего стола вкусные угощения теплая атмосфера создают праздничное настроение традиционные обряды придают этому дню особое значение лакомка становится не только поводом насладиться вкусной едой но и укрепить семейные узы подчеркнуть важное взаимопонимание и внимание членов семьи поэтому постарайтесь обязательно в этот день 13 марта в среду встретиться в кругу семьи пообщаться возможно вспомнить какие-то хорошие моменты потому что знаете жизнь быстротечно все меняется все движется а вот такие вот моменты они очень важны также обращаем ваше внимание что с 13 марта это день когда согласно народным приметам и традициям стоит уделить внимание определенным аспектом своей жизни и обогатить его положительной энергией в этот день рекомендует рекомендуется следовать некоторым обычаем которые по представлению наших предков способствовали укреплению здоровья удачи и гармонии в жизни поэтому согласно народным преданиям 13 марта это прекрасный день для общения с природой прогулка на свежем воздухе наблюдение за первыми признаками весны возможность подышать ароматом цветущих растений это все придаст вашему дню позитивный настрой и новые эмоции в этот день рекомендуется и уделить внимание водным процедурам возможно это может быть обычная ванной или душу но некоторые традиции также советуют использовать особые травы или эфирные масла для создания ароматической обстановки считается что вода в этот день особенно благоприятно для очищения души и тела также народные приметы подчеркивают нам важность отношений в этот день постарайтесь в этот день 13 марта уделить внимание близким выразить свою любовь и заботу можно устроить семейный ужин поделиться положительными моментами или просто провести вечер в кругу друзей кроме того 13 марта считается благоприятным днем для творчества и самовыражения если у вас какие-то идеи или проекта которые вы давно хотели реализовать этот день может подходящим временем стать для начала творческий процесс станет считается не только полезным для самовыражения но и способствующим привлечению позитивной энергии в этот день рекомендуется уделить внимание своему внутреннему миру медитация релаксация возможно чтение вдохновляющих текстов все это поможет создать гармонию в душе и укрепить внутренний покой вы знаете в этот день 13 марта существовало множество народных примет и традиций которые были связаны с определенными запретами которыми не рекомендовалось делать в этот бед чтобы избежать неудач и привлечь положительные энергии давайте рассмотрим что следует остерегаться 13 марта по народным приметам и традициям считается что 13 марта не самый благоприятный день для разрешения конфликтов или ведения споров по народным представлениям это может привести к долговременным неприятностям и негативным последствиям рекомендуется избегать острых слов и стараться поддерживать мирные отношения также по традициям наших предков 13 марта считался не самым подходящим временем для начала новых проектов или предприятий считается что такие начинания могут столкнуться с трудностями и неудачами вместо этого этот день лучше использовать для завершения текущих дел и планирования будущих шагов кроме того существует поверье что в этот день взгляды могут принести беду поэтому постарайтесь избегать каких-то критических комментариев и негативных мыслей положительный взгляд и добрые слова наоборот помогут вам привлечь хорошую энергию вашу жизнь кроме того 13 марта не самый удачный день для проведения финансовых операций это может включать в себя важные финансовые решения инвестиции или крупные покупки лучше отложить подобные действия на более благоприятный период также не позволяйте в этот день негативным мыслям входить ваш дом не допускаете в этот день разногласий и напряженности в семейных отношениях поэтому в этот день дом следует особенно защищать от негативных энергий считается полезным проводить время сегодня в кругу близкий и укрепить связи семейные в семье это день когда нужно общаться когда нужно вспоминать только самые хорошие и добрые моменты также в этот день не стоит обижать домашних животных исход скот согласно народным приметам если будете обижать то животных то это может принести вам недобрые последствия считается что это может привести к неудачам в хозяйственных делах и отразиться на вашем общем благополучии также 13 марта считается неудачным ним для рыбалки в этот день рыбы считаются они не активны и улов будут маленьким или совсем отсутствовать поэтому старайтесь избегать 13 марта для того чтобы именно собираем на пойти чтобы на рыбалку также в этот день 13 марта считается что ни в коем случае нельзя стирать одежду иначе вы тем самым будете стирать удачу из жизни человека поэтому лучше отложите стирку на другой день чтобы сохранить позитивное энергетическое воздействие также 13 марта считается неблагоприятным днем для заключения брака или венчания так как такие действия могут привести к несчастью и трудностям супружеской жизни поэтому многие предпочитают выбрать другие даты для своих важных событий также 13 марта нельзя и разводиться иначе это приведет к мукам и страданиям на протяжении всей оставшейся жизни такое действие может привести к несчастью и неудачам и в личных отношениях поэтому подумайте о том стоит ли вам сейчас такое совершать также 13 марта обращаем ваше внимание ни в коем случае нельзя давать деньги в дом иначе вы можете навлечь беду в свой дом подобные финансовые операции могут привести к финансовым трудностями и потери благополучия также обращаем ваше внимание в этот день 13 марта не стоит рассказывать о своих планах и о своих успехах дело в том что рассказывая в этот день вы тем самым можете сглазить или те задачи проекты которые вы ставили перед собой к сожалению ничем хорошим и могут не закончится также сегодня не стоит вступать в конфликты в ссоры скандалы потому что день все-таки не предназначен для того чтобы выяснять отношения и кроме злости ненависти обиды вы ничего другого не привлечете люди рожденные 13 марта обладают развитым творческим потенциалом им присуща способность к вдохновению и умению находить нестандартные решения творчество может проявляться у них в различных формах будь то искусство музыка литература или другие творческие проявления также обращаем ваше внимание что сны с 12 на 13 марта как очень вы считаются вещами кроме того сны могут наполняться какими-то удивительными образами символами на которые вам обязательно утром нужно будет записать и постараться понять что же они для вас значит помните о том что через сны очень часто приходят нам важные подсказки поэтому не игнорируйте а это возможно даже подсказка от высших сил или от ангела-хранителя не вот такой друзья но с вами день 13 марта по народным приметам традициям и обрядом promise прямо сейчас друзья ставьте лайк обязательно подписывайтесь наш канал обязательно заходите каждый день у нас на канале очень много полезной важной нужно интересной для вас информации но прямо сейчас на экране друзья вы видите два всплывающих окна это следующие рекомендованные видео для вас нажимайте на то видео которое вам на интуитивном уровне понравилось больше и смотрите друзья всех вам мыслимых и немыслимых благ услышимся с вами уже буквально в следующем видео